Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня поговорим о том, кому выгодно последнее падение биткоина. Когда Ripple XRP наконец-то нащупает свое дно? О делистинге Ripple XRP с Grayscale и на финалочку обсудим самую громкую новость сегодняшнего дня из Соединенных Штатов, которая повлияет на развитие криптовалютного рынка и цифровой экономики в 2021 году. Начнем с того, что биткоин упал на 20% после взлета до 35 тысяч долларов. Он упал на 7 тысяч долларов буквально за один день. Какие-то сумасшедшие прыжки. Это первая таких размеров коррекция за длительное время безудержного роста. Это могла быть хорошая возможность для покупки, если бы я покупал. Но как вы знаете, на данный момент я удерживаюсь как от покупок, так и от продаж. Но кто же воспользовался этой возможностью? Кто откупил это падение? Сингапурский хедж-фонд выкупил биткоинов на 1,3 миллиарда долларов. Вот официальный документ SEC комиссии по ценным бумагам и биржам США, который подтверждает закупки этого фонда 4 января 2021 года. Покупали они через американский Grayscale и купили вот такое количество акций Grayscale Bitcoin Trust. Каждая такая акция может быть заменена на биткоин по актуальному курсу. И это, ребята, самая большая, известная в истории единоразовая покупка биткоинов. Институционалы предпочитают такой вид покупки биткоинов, потому что им не нужно волноваться о вопросах хранения. Этим занимается фонд Grayscale. Таким образом, покупки через Grayscale ускоряются. Например, за последние две недели декабря было куплено столько же биткоинов, как за весь третий квартал 2020 года. Я немного покопался и нашел вот эту статью от 23 июня 2020 года, то есть около полугода назад. Здесь мы видим, что все тот же сингапурский хедж-фонд покупал биткоинов на 200 миллионов долларов в то время. Теперь же они добавили еще 1,3 миллиарда долларов в биткоинах, увеличивая таким образом свои позиции в биткоине. Я считаю, что это хорошие новости для биткоина и его холдеров. Далее, Ripple XRP снова падает. Но учитывая те новости, которые я вам сейчас расскажу, вот это падение я бы и падением не назвал. Признаться, я ожидал куда больше реакции, чем вот этот маленький хвостик. Многие спрашивают, когда же Ripple XRP нащупает свое дно. Учитывая то, что будущее весьма не определено и инвесторы не знают, чего ожидать в ближайшие два месяца, а уже в 20-х числах февраля будет предварительное слушание по делу Ripple и SEC, и это не учитывая, что 18 и 19 января многие биржи в штатах приостанавливают торговлю XRP, спрогнозировать его движение достаточно сложно. Возможно, все разрешится уже в конце февраля, и Ripple как стрельнет, что мало не покажется. Но если нет, если нет, то даже прогнозировать не берусь. Тем не менее, пользователь Брэндон в комментариях под постом блокчейн-бэккера, известного Ripple-активиста, пишет, на самом деле все выглядит немного иначе по сравнению с графиком Вайкоффа. Это говорит о том, что Ripple еще не достиг самой нижней точки. И показывает модель Вайкоффа на графике Ripple XRP. По ней мы видим, что дно Ripple XRP находится где-то вот здесь, на отметках в 14 центов. Далее, ребята, та самая новость, от которой я ожидал падения цены Ripple XRP куда большего, чем то, что мы сейчас наблюдаем. Даже на 1% не упал. Grayscale убрали возможность купить Ripple XRP для своих клиентов. Теперь они предлагают только Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Интересно, что на такую новость Ripple отреагировал совсем уж слабо. Видимо, инвесторам надоели новости о том, что тот или иной брокер или биржа приостанавливают торговлю XRP. Кстати, что я еще заметил, это то, что они убрали и Stellar XLM. И даже ничего об этом не сказали. А я точно помню, что он у них тоже был представлен. Очень странно. Вообще, Grayscale в последнее время ведет себя очень странно. Только сегодня они официально заявили о том, что еще 31 декабря 2020 года они заморозили торговлю XRP у себя на площадке для своих клиентов в США. Но 1 января 2021 года они купили XRP на сумму 12 миллионов долларов, что является одной из крупнейших покупок XRP для этого фонда. Здесь явно что-то не то или я чего-то не понимаю. Что вы думаете по этому поводу, напишите у себя в комментариях. Ой, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях под видео. Итак, мы видим, что 18-19 числа многие биржи приостанавливают торговлю XRP на территории США. Именно США, и это важно. В комментариях у все того же блокчейн-бекера я нашел следующий текст. Я чувствую, что 18-19 января может быть огромное падение, поскольку люди будут бояться, что не смогут торговать своими XRP в Соединенных Штатах. Затем мы начнем взлетать, поскольку инвесторы по всему миру воспользуются некомпетентностью Соединенных Штатов. И такой сценарий нужно иметь в виду, ребята. Так что дно XRP может быть как раз таки 18-19 числа на отметках в 14 центов, как мы уже говорили. По такой цене я готов буду купить еще больше XRP по меркам своих скромных, но явно слабеющих сил. Хотя бы немного, но купить я хочу. И, наконец, переходим к самой главной новости сегодняшнего дня от казначейства США, являющегося крупнейшим банковским регулятором Соединенных Штатов. Они выкатили новое руководство, которое разрешает банкам США использовать общедоступные блокчейны и долларовые стейблкоины в качестве инфраструктуры расчета в финансовой системе США. «Это огромная победа для криптовалюты и стейблкоинов», заявляет представитель стейблкоина USDC. В новом пояснительном письме регулятор разрешает банкам рассматривать инфраструктуру, подобную SWIFT, ACH и FATWIRE, а также стейблкоины, такие как USDC, в качестве электронно-хранимых ценностей. Децентрализованное, не требующее разрешений программное обеспечение с открытым исходным кодом становится основой не только финансовой системы США, но и глобальной экономики. «Мы находимся на пути к тому, чтобы вся экономическая деятельность происходила в блокчейне. Приятно видеть такую поддержку со стороны крупнейшего регулирующего органа национальных банков США». Это может привести к использованию долларовых цифровых валют, таких как USDC, в качестве платежного средства. Кроме этого, это позволит создавать радикально новые режимы финансовых и коммерческих приложений, а также готовит почву для более регулируемых финансовых учреждений, которые запустят ноды блокчейна и даже смогут стать валидаторами криптосетей. Вау! Это огромные новости для старта 2021 года. Года, когда криптовалюты и стейблкоины могут стать массовыми. Ребята, ну что ни день, то новое свершение. Вчера Украина выкатывает новость, что будет сотрудничать со Stellar в создании цифровой гривны, а сегодня в Штатах начинает буквально прямым текстом говорить о том, что инфраструктура для новой цифровой экономики уже начинает запускаться. Более того, они говорят, что финансовые институты совершенно изменятся, что они будут запускать ноды блокчейнов, что они будут валидаторами в криптосетях. Весь 2020 год я говорил об этом, я ждал этого, но как-то не успеваю осознавать что ли или принять, что это уже реальность, что это уже происходит. Не думал я, что все так быстро будет происходить. Хотя и говорил об этом. Мы находимся в самом центре событий, друзья, в первых рядах. А меня зовут Богатейший Ди, поставьте лайк, если видео вам понравилось. Мне всегда очень приятно, а каналу это помогает расти. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok